Ребята, всем привет! Вещи на связи. Это второй выпуск рубрики «Без купюр». В первом показывал свою аргентинскую квартиру. И в этом выпуске отвечу, наверное, на самый часто задаваемый вопрос под предыдущими видео. Олег, почему уехал из России? Зачем переехал в Аргентину? Многие задавали этот вопрос, хотя, казалось бы, отвечал уже на него в одном из предыдущих выпусков. Сейчас вы его увидите. Ответил на этот вопрос, там же рассказал о плюсах-минусах Аргентины. Как по мне, выпуск очень информативным получился, интересным. Посмотрите его. Но раз вопросы продолжаются, я думаю, отдельный выпуск посвятить этому, более подробно про это поговорить. Чтобы люди меня поняли, мне надо рассказать вообще про себя. Как я к этому пришел, как я жил, как мое детство прошло. В общем, я думаю, что для тех, кто давно меня смотрит, этот выпуск будет очень интересным. Так что подписывайся на мой YouTube-канал обязательно, ставь палец вверх, если этот выпуск действительно понравится. И в комментариях можешь задавать свои вопросы для следующей рубрики, там, без купюр, клуба друзей и так далее. Кстати, на резервном канале у меня выходят выпуски на Лигу Чемпионов с прогнозами, да. Этот контент я тоже не забрасываю. Уже 4 выпуска на ЛЧ. Сегодня вышел выпуск с Экспрессиком на Лигу Европы. Очень все интересно. Сентябрь в хорошем плюсе завершил. Тоже подробные итоги есть у меня в YouTube и в Telegram-канале. Кстати, в Telegram-канале у меня проводится розыгрыш 3000 рублей. Он завершится в среду вечером. Впереди по ссылке в описании, в мою телегу. Подпишись, там тоже очень много интересного контента. И он полностью бесплатный. Что ж, начнем. Начнем вот с чего. Меня зовут Олег Соловьев. Привет. Мне сейчас 27 лет. И до 18 лет я жил в Волгограде, где, собственно, я родился. И, честно говоря, я горжусь, что я родился в Волгограде. Я считаю, что это великий город с историей, перелом Второй мировой войны, родина-мать, Волга. Очень красивый город. Всегда, когда я в Волгограде, мне там очень нравится. Да, безусловно, конечно же, вот с теми людьми, с которыми я общаюсь в Волгограде, да, многие из них хотят уехать. Многим не нравится то, что не такая развитая инфраструктура, как в Москве, например. Но когда я приезжаю, мне очень уютно. И до 18 лет я жил в Волгограде. Более того, последний год перед тем, как переехать в Аргентину, я тоже жил в Волгограде, вернулся сюда из Москвы. Мне было максимально комфортно. То есть меня, в принципе, в целом вот все устраивало. И вы сейчас задаете вопрос, мол, Олег, что ты свалил тогда нахрен в эту Аргентину, раз я все устраивал? Я к этому вас подведу. Я из простой семьи, да, и с детства я наблюдал за тяжким трудом у своих родителей, на их работе. И помню, отец мне всегда говорил, что, Олег, не хочу для тебя такой жизни. Давайте поиграю в футбол, учись хорошо, потом поедешь в Москву, там, ну и так далее. Будешь пробовать, там, стараться. Ну и так и получилось. С футболом, правда, не получилось. В предыдущем выпуске я про это говорил в клубе друзей подробнее, да. Но школу, восьмой лицей, Олимпия закончил с золотой медалью. Сдал хорошо ЕГЭ, поступил на бюджет в РУДН, Российский университет дружбы народов. Это Московский университет. И в 18 лет переехал один в Москву, совершенно один, в новом городе. Поселился в студенческом общежитии при РУДН, как раз-таки, где прожил почти 4 года. Причем сначала меня поселили в не самом лучшем корпусе, где бегали тараканы. Я жил в одной комнате с сирийцем. Там такая практика была в РУДН, что русских селят с иностранцами. Это Российский университет дружбы народов. Огромное количество людей там с разных стран учились. Затем я уже сам у коменданта, тем, кто всем этим заведует, через полгода выбил себе хорошее общежитие. И поселили меня уже с русским, с моим другом, с которым мы вместе учились в одной группе. И там был забавный эпизод, когда все приходили к коменданту, пытались выбить хорошее общежитие. Он отказывал. Там был даже какой-то распальцованный чувак из Питера приехал. У него там отец администрации где-то работает, у него кучу денег. Он предлагал взятки коменданту. Он его отказывал. Он такой выходит из кабинета. Я говорю, ну что, ну как? Он говорит, да нет, он меня там побрел. С ним вообще ни вариант не договориться. А я с ним договорился. Договорился без денег. Ну, просто как-то получилось объяснить. Вызвал, может, у него симпатию какую-то, я не знаю. Но уже к тому моменту я всячески развивал себя. Навыки коммуникации прокачивал. Много-много всего остального. Ну и таким образом 4 года я учился в универе. Это были непростые годы, потому что приходилось много работать. И я был не таким, знаете ли, студентом, который там тусит по клубам, куда-то еще ходит. Нет, у меня был очень жесткий образ жизни. Приходилось и учиться. Плюс еще на бюджете же было. И очень много работал. У меня были свои проекты. Я всячески развивал себя. Тренинги, какие-то вебинары проходил. Потом уже смог свои какие-то проекты делать. И в итоге никаких гулянок у меня и прочего у меня не было. И во всем себя ограничивал. Дело даже не только в деньгах, которых на тот момент тоже еще было немного. Но в первую очередь именно ограничения, связанные с какими-то развлечениями и досугом. У меня был очень жесткий график. Меня все называли киборгом. Но мне это помогло как-то вырасти. И именно на том этапе уже под занавес своей жизни, там в универе, в общаге, я начал вести свой YouTube-канал. По-моему, это был третий курс, я уже точно не помню. То есть моему YouTube-каналу, вот этому основному, уже больше шести лет, ребят мои. Столько выпусков я записываю для вас. И первые выпуски, это были выпуски на улице. Я помню, мне отец одолжил штатив. Причем, я не знаю, где он его нашел. У него там этот ренога, одна из которых была поломанной. Мне приходилось ее там на этом постоянно накручивать. То там пластырь какой-то находил, то скотчем, то чем-то еще, чтобы он хоть держался. И поскольку я жил в общежитии, это маленькая комнатушка, там я не один жил. У меня не было возможности записывать выпуски из общаги. Ну, как-то и стрёмно было. И приходилось все время выходить на улицу. Вы можете помнить, да, тот вид на студенческое поле футбольное. Я помню, зима, минус 20. И ты выходишь, еще перчаток у меня не было. Ставишь этот штатив. И тебе даже тяжело что-то говорить, записывать на эту камеру, потому что, ну, очень холодно. Ты в таком, в пальтишке тоненьком стоишь. И приходилось это делать постоянно, по несколько раз в неделю. Потому что, ну, ребята же ждут выпусков на матч с угодом. Я пришел к тебе за своим троном. А у меня еще первый год была такая идея навязчивая, которую я сам себе вселил, что первый год, пока я записываю контент, у меня не должно быть никакой вообще рекламы на канале, БКшек там и всего остального. И действительно, те, кто были подписаны, помнят первый год, вот, развитие канала, даже больше года там прошло, где-то месяц 13-14, у меня не было ни одной рекламы тех компаний, где мы делаем прогнозы, да. Хотя много уже, там, через несколько месяцев, после того, как я начал, предлагали, потому что уже там появлялась какая-то аудитория. Но я подумал, что, ну, нужно быть, в первую очередь, на первых этапах честным перед собой и дать понятие людям, подписчикам, что, в принципе, я это делаю не просто для рекламы, мне это нравится. Мне это действительно нравится и раньше нравилось, сейчас нравится. И я понимал, что, ну, через год, да, я там буду добавлять каких-то рекламные истории, потому что, ну, в противном случае, я тогда вообще с голоду умру. И вот мне это ничего такого, все рекламируют кого-то, вот, но мне было важно, именно в первый год, показать людям, что, типа, как бы я с вами, и не переживайте, как бы тут все полностью бесплатный контент. Я этого придерживаюсь, в общем-то, и сейчас. Понеделла реклама какая-то есть, хотя, кстати, в этом выпуске нету, но всегда весь контент у меня сейчас бесплатный на моих ресурсах, все прогнозы бесплатные. Поэтому первый год, да, приходилось постоянно выходить на улицу, мерзнуть, все это делать просто ради какой-то идеи, ради людей, которые тебя смотрят, это мотивировало, но уже тогда я там прописал огромный список целей, чего я должен достичь. К 25 годам там было просто массу всего, и, конечно, многое из того, что я написал там не достиг, у меня там были навязчивые идеи покорить мир уже к 25 годам, что-то уже в процессе моего взросления там потеряло такую ценность, вот эти цели, идеи, я понял, что, ну, слишком я еще молодой был, когда я это писал, и какой-то такой максимализм определенный присутствовал. Но какие-то определенные моменты, да, я смог достичь, когда мне было 25 лет, весной 2021 года, я это подводил, итоги, и к этому тоже с вами вернемся. Я здесь специально себе выписывал определенные моменты, чтобы не сбиться, вот, где я был, куда я ездил, по каким датам, чтобы было все максимально честно, искренне. Поэтому не обижайтесь, я иногда вот буду посматривать, чтобы вам чего-нибудь не соврать. И вот таким вот образом я развивался, у меня были проекты, учеба, YouTube-канал, и постепенно уже к концу обучения, на последнем курсе, я уже арендовал квартиру, то есть переехал из общежития, затем уже переехал в свою квартиру, и постепенно начался какой-то мой определенный рост. Но этому росту предшествовал и, в том числе, большой путь, который я прошел. И 2018 год, как раз таки год, когда я там защитил диплом и стартовал чемпионат мира по футболу, я хотел максимально насладиться этим событием, побывал в семи городах, специально себе выписывал еще раз Сочи, Ростов, Москва, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, это Санкт-Петербург, на каждом стадионе этих городов видел матч интересный. И, в общем-то, желание путешествовать, что-то смотреть, изучать новое у меня было всегда. Скорее всего, меня тоже родители привили, и тот образ жизни, который был в детстве, потому что я занимался футболом, и наша футбольная команда постоянно ездила на турниры, я думаю, что почти везде был, вот в центральной части России, на юге Орел, Белгород, Воронеж, Борисоглебск, Камышин. А знаете, такой город Знаменск, вот если вы там не живете, то вряд ли вы там бывали, потому что это очень маленький город, куда въезд по специальным пропускам, это военный город. Я там был, по-моему, раза три или четыре, у нас там проходили футбольные турниры, я его от и до прошел этот Знаменск весь. В общем, много где был, и родители, когда появлялись какие-то свободные деньги, тоже старались строить на путешествия. Мы в детстве, я помню, родители меня возили в Скандинавию, там, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, ну, понятное дело, Турция, Египет тоже там был, какие-то еще страны, и уже тогда культивировался у меня интерес к миру, к тому, как люди живут в других странах, что там происходит, что там выглядят, какие-то интересные достопримечательности и так далее. И вот как раз-таки, когда у меня уже появилась возможность определенная, когда я уже жил на своей квартире, зарабатывал хорошие деньги, я начал больше времени также тратить на путешествия. Сам уже, то есть вот в 2018 году, после того, как я объездил чемпионат мира по России, затем поехал в конце лета в Турцию. В декабре 2018 года я был на Кубе, и в 2019 году я тоже вот почти каждый месяц куда-то ездил. В марте я был в Эмиратах, в апреле в Италии, там, кстати, смотрел матч Арсенал Наполи в Лиге Европы, в мае был в Испании, и заодно в Валенсии Арсенал тоже посмотрел. В июне я поехал в Дагестан, и из Дагестана вместе со своим другом мы отправились в Азербайджан. Смотрите финал Лиги Европы в Баку, который Арсенал уступил. Потом снова в 2019 году я был в Турции, уже тоже ближе к осени. В октябре в Москву приехал Конор Макгрегор, у меня уже тогда были хорошие показатели. Конор, nice to meet you, you visited the food match yesterday, do you like the game and atmosphere at the stadium? Да, да, московская команда играла очень хорошо в первом тайме, у них были отличные моменты, они красиво играли в пас, очень умный футбол. Люди, которые меня приглашали на какие-то мероприятия, я присутствовал на закрытой тренировке с Конором Макгрегором, где было там меньше 20 человек, там ему лично вопросы задавал, и все это я тоже показывал в свое время на своем канале. 2020 год, мы помним, потому что в тот год начался ковид, и как раз вот где-то за месяц до этой эпидемии в России, в феврале я побывал в Катаре, меня тоже туда пригласили, и там я тусовался с вольными клубами, записывал интервью с Соболевым, с Геничем, с Тихоновым выпуск, и все это было максимально интересно. Парни, видите, я уже блогер, сейчас буду возить его. В портах играть тяжелее, чем за полисковетку. Я точно сегодня к Рыскину подойду гулять, что это за пиздец такое? Они вообще что ли? Ребята в куртках холосоголовые бегут, чтобы немножко, может, пиндалей его носовать. Что ты хер на меня спрашиваешь? Ты кто такой? И затем начался ковид, никто не уходил из дома, там у людей появлялся какой-то определенный стресс. Весь год я где-то путешествовал, а тут был закупорен в своей квартире в Москве. Жил один, и тоже, естественно, было желание куда-то съездить, что-то посмотреть, хотя бы выйти из дома, но продолжал как-то работать, пытаться там зарабатывать деньги, чтобы потом уже свои мечты осуществлять. И вот таким вот образом в 2021 году, когда только-только коронавирус еще рассеивался, когда у меня был день рождения, мне исполнилось 25 лет, я как раз подводил итоги тех целей, которые достиг, которые описалось, что там 19-20 лет. Я себе поставил ровно одну цель. 27 лет попробовать уехать, то есть через 2 года в страну в другую, попробовать там пожить. Почему я так хотел? Потому что в этом я видел свое какое-то развитие. Я был до этого перед ковидом во многих странах, много чего видел интересного, как люди живут, какие-то места. Это меня заряжало энергией, и я считаю, что это меня развивало, потому что я общался с новыми людьми, и у меня формировался какой-то новый определенный опыт. Но я был как путешественник все это время, а тут мне захотелось просто переехать через 2 года и где-то пожить. Я пока еще не знал, какая-то будет страна, тогда думал, что, ну, возможно, Испания. Сейчас для меня Европа, естественно, закрыта в связи с событиями, которые в мире происходят. И в итоге выбор пал на Аргентину, и это произошло через 2 года. То есть в 2021 году весной я себе поставил эту цель. Мне необходимо было еще много чего сделать, чтобы эту цель осуществить. Там нужно было закончить свои дела в России, заработать необходимое количество денег, чтобы себя комфортно чувствовать здесь. И много-много других моментов, связанных с личной жизнью и так далее. И важно понимать, что эта цель появилась не потому, что я Россию не люблю. Я люблю Россию, я горжусь тем, что я русский. И каждый раз, когда меня здесь спрашивают в Аргентине, откуда ты, я говорю, что, ребята, я из России. И делаю это, чтобы как-то развиваться, не закупориваться в рамках одного места, потому что нам навязывают много определенных шаблонов и стереотипов. И, например, люди, которые никуда не ездили, они думают, что вот здесь, типа, намного лучше за бугром. А ты приезжаешь и видишь, что здесь эта проблема-то не меньше, на самом деле. Они просто другие. Что по каким-то моментам в России намного лучше. И с другой стороны, да, люди в нашей стране говорят, что нас там на Западе все не любят, ненавидят. Ты приезжаешь сюда в Аргентину, они слышат, что ты из России. Они говорят, фу, классно, типа, давай, прикольно, типа, из России, там, расскажи про свою страну, там, и так далее. Максимально очень по-доброму все встречают, и никто тебе там зла не желает. И 2022 год, еще до всех этих событий, я встретил в Мексике. И, как раз таки, в феврале вся вот эта история началась. Я где был? Как вы думаете, я был в Москве. Я был в Москве и жил там. В апреле 2022 года я как раз уже вернулся в Волгоград, как я говорил. И в сентябре, когда была мобилизация, в 2022 году, я продолжал жить в Волгограде. И в целом, повторюсь, меня-то в большинстве своем именно город устраивал, да. Вот. Я ощущал, то есть, ну, у меня не было никогда вот этого, типа, что должны быть супер какие-то дома, лакшери жизнь, там, машины и так далее. У меня нет машины, я никогда не хотел ее купить себе, какие-то вот эти понты. Блин, то есть, ну, есть люди, которым нравится, которые, там, используют это как средство передвижения. Мне это не нужно. И, то есть, ну, то есть, не для меня, короче, вот. Поэтому я достаточно, в принципе, экономно жил, какие-то супер какие-то вот эти моменты, истории не тратил на них. И, в принципе, меня вот то, что я имел в Волгограде, устраивало. Но, опять же, я чувствовал, что я перестаю развиваться, что мне нужен какой-то новый опыт, новые какие-то, даже не приключения, а ситуации, которые нужно преодолеть. И, когда я сюда переехал, в Аргентину, чтобы понимать, там, переехать в Аргентину, это надо сутки лететь, там, с пересадками. Когда мне говорят, что ты, там, сбежала от чего-то, там, да, да ради бога, как вы думаете, что хотите. Мне, разные про меня люди пишут, я этим уже много лет занимаюсь. И мне, как-то, честно говоря, по боку, как люди к этому относятся, ну, если как-то голова ни до чего больше не доходит, чем, кроме как вот того, что лежит на поверхности, ну, окей, как бы, да. Хотя, с другой стороны, я думаю, что любому адекватному человеку, который умеет как-то сопоставлять факты, понятно, что если бы сбегал бы от чего-то, то, наверное, далеко бы не уезжал бы. Там, Казахстан, Армения и куча других стран, которые рядом находятся, где знакомый менталитет, население, где, ну, меньше требуется, чтобы переехать, потому что, там, билет в Аргентину на человека обошелся мне в 100 тысяч рублей. Я сюда прилетел из девушки. 200 тысяч я заплатил, плюс, естественно, там, за жилье. То есть, это определенный шаг жизни, чтобы сюда взять и переехать. Тут, на первых этапах болели деньги, смертельные болезни, да, куча других было ситуаций, которые мы здесь преодолевали как-то. И это тоже определенные трудности, к которым я был готов, которые тоже, возможно, важно получить. Потому что какие-то ситуации, с которыми я здесь встречаюсь, они меня закаляют в этой стране, да, в том числе. Есть проблемы с коммуникацией определенной, испанские пока не знаю, на английском мало кто говорит. Приходится как-то выкручиваться, приходится как-то решать эти вопросы. И это тоже помогает мне становиться где-то лучше, где-то сильнее. Самое главное, да, почему я считаю, что в этом развитии для меня, опять же, я не призываю там всех это делать, потому что Аргентина, посмотрите, где находится. Это вообще другое полушарие, где-то там на юге, здесь люди совсем другие. Они живут здесь всю жизнь и как-то вот пришли к этому типу мышления. Они очень сильно от нас отличаются. И вот моя сдача, как раз таки, была главная причина, почему именно сюда изучить менталитет людей. Я много читал, что здесь люди другие, они отличаются от нас. Они действительно отличаются. И ты, когда сюда приезжаешь, ты видишь, ага, вот русские все-таки более трудолюбивые и более сильные как-то по духу, чем аргентинцы. Аргентинцы где-то более такие вальяжные, мягкие, где-то любят почилить, отдохнуть, да, больше. Вот это вот мне не особо подходит у них. Оставляю наши. Вот, а потом смотрю, но зато они, например, очень позитивные, добрые и постоянно радуются жизни, умеют быть счастливыми, показывать это счастье. Там, поют на улице, что-то еще делают. Вот, а смотришь на наших, у нас большинство людей все-таки такие мрачные, спокойные. Если кто-то улыбается, то считает его за придурка какого-то, да. Я такой взвешиваю, думаю, блин, ну вот мне вот этому у них, в принципе, было бы неплохо научиться. Потому что тоже хочется быть там счастливым, хочется улыбаться и какие-то новые привычки формируются. И таким образом я такой вот создаю определенный портрет качеств, которые мне нужны, необходимы для того, чтобы быть сильнее. Вот. И люди говорят там, да, вот уехал, типа не патриот. Да ты что, патриот, ты что ли патриот, потому что ты остался там, ты патриот. Это вот псевдо-патриот, так говорят. А того, что ты там живешь, ты какую пользу приносишь-то в своей стране? Патриот. Я могу и здесь жить, и также любить свою страну. И все мы здесь рассказывали, какая Россия прекрасная, как там, тоже мы там чемпионат мира, все дружелюбно всех встречали. И как много интересных, красивых мест и так далее. Здесь поднабраться какого-то опыта определенного. Я вообще, кстати, не вижу ничего плохого в том, чтобы, знаете, ездить куда-то, набираться опыт. У нас думают, что вот, это типа унижаться, куда-то ездить. Да нет, ребят, у каждого человека можно чему-то научиться, независимо того, ну, русский, аргентинец, там, не знаю, предприниматель, президент или таксист. У таксиста можно научиться, у него такой большой опыт, он столько людей каждый день видит, да. Я ничего не вижу плохого в том, чтобы опустить себя, немножко на землю приземлить и чему-то научиться у людей. Потом стать сильнее благодаря этому, вернуться в Россию. И, ну, знаете, не хочу себя сравнить с Петром Первым, я, конечно, не Петр Первый, но, вообще-то, он тоже уехал за границу, там, чему-то научился. И страна потом стала как-то двигаться, развиваться после того, как он вернулся, да. И, естественно, не Петр Первый, у меня никаких нет амбиций политических, но хотя бы, там, сделать лучше жизни людей вокруг по возвращению в страну, ну, почему бы нет, как бы, да. Ну, по крайней мере, я публикую бесплатный контент, там, пускай прогнозы, ну, кому-то же это интересно, кому-то же это приносит пользу, вот, поэтому почему бы и нет. Ну, и плюс, помимо каких-то навыков, нового опыта, конечно же, я смотрю мир, это классно, это впечатление. Здесь я уже был на водопадах Игуасу, Семь чудес природы, да, океан видел, Буэнос-Айрес, очень красивый город, здесь куча парков, много всего интересного. И почему бы нет, если у меня есть такая возможность, если я, там, работаю онлайн, я могу работать с любой точки мира, почему, пока я еще молод, блин, ребят, мне 27 лет, мне надо уже, там, о семье скоро думать о детях, потом путешествовать будет поздно. Почему я не могу сейчас куда-то уехать, попробовать где-то пожить, потом еще где-то пожить, потом еще, потом вернуться в Россию, там, да, когда-то. Почему нет? Я абсолютно не осуждаю тех людей, которые нравятся жить в своей квартире, в своем городе, они не хотят ничего смотреть, никуда развиваться, нигде двигаться. Окей, это их выбор, я не против. Но почему те люди, которые так живут, они почему-то осуждают тех, кто, там, пытается пробовать куда-то двигаться, развиваться, что-то делать? И я в этом вижу, конечно, у некоторых людей зависть определенную, то, что я понимаю, что не у всех есть возможность, да, но, ребят, я для этого, поэтому и рассказывал свой путь, я много на это положил, я много трудился, я к этому сам пришел. Если ты думаешь, что так легко создать свой YouTube-канал, самый просматриваемый по прогнозам, да, чтобы хорошо зарабатывать, ну, хорошо, сделай, ну, попробуй, сделай, запиши, попробуй свою аудиторию завлечь чем-то, да, чтобы она вообще появилась, да, если думаешь, что это так легко. Я могу, кстати, рассказать про то, как мой график рабочий происходит, и на какие жертвы я иду, если интересно, пишите об этом в комментариях, один из следующих выпусков этому посвящу. Вот, я понимаю, что огромное количество людей там работают врачами, учителями, у них там небольшие доходы в своих маленьких городах, да, и нет такой возможности, да, куда-то уезжать, вообще к ним нет никаких вопросов. Но у огромного количества людей, если бы они тратили время не на какие-то пьянки, гулянки в процессе своего взросления, а чтобы себя как-то создавать, развивать, были бы хорошие возможности, чтобы построить свою жизнь как угодно, да, сейчас даже если ты в маленьком городе живешь, есть интернет, и всегда есть возможность что-то сделать с этим, да, и лучше для этого пример, да, людей, как из бедной семьи, семей, из маленьких городов, вылазили и там, выходили на другой. Уровень жизни. Я, опять же, никого не призываю. Как кто хочет, так и живет. Не надо просто других людей осуждать за их выбор. У каждого человека должен быть выбор. Я люблю свою страну, я люблю Россию, но я человек мира. Я хочу увидеть этот мир, изучить его, и мне это интересно. Я это говорю искренне, это так и есть. И когда закончится вся эта история в нашей стране, я также продолжу путешествовать, вы все это увидите. Так что есть определенные моменты, которые здесь нравятся, есть определенные моменты, которые здесь не нравятся. По крайней мере, я изучаю других людей, вижу совершенно другой уголок нашей планеты, и это был главный мотиватор, почему я сюда переехал. Люди здесь действительно отличаются, это не хорошо, не плохо. Что-то от них я могу приобретать, что-то, наоборот, оставлять того, что у меня есть. Это, я считаю, тоже абсолютно нормально. Что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, тебе понравился выпуск. Вот, правда, от чистой души рассказал все, как есть. Надеюсь, было интересно. Ставь лайк тогда, подписывайся на мой YouTube-канал. И напоминаю, что дополнительные мои прогнозы полностью бесплатные уходят на резервном канале, на ЛЧ, на другие матчи. В телеге также розыгрыш проводится в 3000. Там еще сейчас сториз работает, я тоже показываю чуть-чуть по Аргентине. Что-то еще интересное. Ссылка на телеграм-канал мой в описании находится. В комментариях обязательно задавайте свои вопросы. Пиши мнение об этом выпуске и задай свои вопросы. Что ты еще хочешь от меня узнать, о моей жизни, о жизни здесь, в Аргентине. И, возможно, в одном из следующих выпусках я это буду освещать. Желаю тебе больших успехов, чтобы у тебя тоже в жизни все сложилось, как ты хочешь. Я в тебя верю. И увидимся в следующих выпусках.